здравствуйте мои дорогие подписчики на канале youtube голова садовая буду говорить и все переставлять что мне тут мешает и куда это все убрать вот когда идут заготовки ну места просто категорически не хватает значит сегодняшняя тема и сегодняшняя заготовка помидоры на подушке хотите на перинки как вам больше нравится что же это такое ну во первых для начала значит покажу перцы просто великолепные это такой формы вает или ласточка или здоровье и подарок молдовы значит это то что пойдет в подушку или перинку вот такая морковка почему она так тертая потому что по терке надо ехать будет вот так лежа терку и вот так едем чтобы длинные были морковки значит ну дальше что у нас идет идет капуста вот это вот своя капуста обратите внимание это не поздняя и не средняя это скороспелка но называется она сахарная молния моя маленькая любимица она очень плотная очень сладкая и вот уже знаете уже месяц наверное второй поскольку все поздно было посеяно и высажено второй месяц мы едим эту капусту замечательное просто что значит нам вот сюда в этой мисочку я можете количество делать капусты перца моркови лука чеснока специй каких хотите совершенно одинаковая значит то есть в равных частях можете увеличивать тот ингредиент который вам больше нравится моих рецептах всегда все именно так делать надо так как ты любишь или как любят твои родные чтобы потом не кричать на весь мир вот у меня никто солить не буду к там да закатывать не буду потому что у меня никто ничего не ест не ест потому что невкусно давайте делать вкусно значит вот чеснок это оставшийся здесь уже все есть накрошив капусту просто на доске и и помните чтобы она сок дала вон там уже сок появился видите какой красивый руки у меня чисто я все люблю делать вот руками они чем-то там господи думаете что я ищу полотенце а вот она вообще памяти нету значит так у меня лежат помидоры вот готова банка пока уберем этот воронку эту замечательно значит помидоры смотрите можно уложить целыми можно уложить резанными это все зависит от вашего желания но первый слой что я делаю это но первый слой будет не помидоры а вот эта самая подушка когда вы сложите все в одну миску посолите и посохорить и не сильно так слегка скажем а можете это сделать из расчета уже на банку вот как вы захотите у меня здесь я посохорено и по по солено ну так наполовину скажем смотрите я укладываю на дно вот эту красоту она такая останется красотой кстати сказать вот кстати сказать прямо вы можете вот в эту перинку или подушку как я ее называю можете добавить огурчики огурчики покрошить вот знаете кривые косые горбатенькие сделайте их колечками но дутоши не надо резать а вот этот хвостик где плотненько можете порезать потому что в засолках в консервантах огурцы и помидоры дают совершенно необыкновенный привкус вот они прям красивые вот они вкусные помните венгерские до глобус этот мама дорогая огурцы с помидорами ну просто ум отъешь поэтому можете сюда ввести чуть-чуть огурчика значит смотрите уложила а теперь ну у меня пойдут и резанные тоже потому что мне вот выкидывать такой товар совершенно ни к чему ну плотненько укладываем красные и желтые все пойдет в всяко-разно не выбирая особо там здесь у меня еще есть помидоры и я их тоже отправлю туда и тоже разрежу для того чтобы и просолка была мне вот так нравится я вообще очень люблю резанные какие-то овощи они во-первых и просаливаются гораздо быстрее и не пересаливаются и ведут себя очень адекватно так ну вот укладка этого закончена теперь пошел дальше снова салат а салат-то какой вкусный вы съедите эти заготовки даже не заметите как так у нас будет еще один ряд помидор люблю я вот это дело в одной банке вы откроете и там будет все сразу все как вы любите так обрезаем вот этот хвост разрезаем пополам и тоже в банку ну вот так красиво чтобы было красиво чтобы было вкусно помните что без сахара вкусно не будет как бы вы там не старались не соленая не пресная вкусно не бывает сахар и соль раскрывают вкус подчеркивают его убирают какие-то привкусы ненужные и не непонятные для нашего языка то что вот помидор должен быть видите зеленая зеленый цвет там что-то не так с ним мы его вообще туда не положим это противо естественно моему желанию чтобы было вкусно так вот это кстати космонавт волков красивенькие но это уже которые не крупные крупные уже все я поела я люблю такие помидоры с таким традиционно помидорным вкусом так все бывает все падает ну главное не на пол разворачиваем чтобы плотность уложенных томатов было совершенно определенной так вот это нам уже не требуется теперь мы дополним вот этим салатом банку банка кстати тоже полутора литровая это не литровая здесь достаточное количество еще раз повторяю что находится в этой подушке в этой перинки капуста перец красный сладкий можно перед желтый зеленый нежелательно он не будет красивым значит это морковь лук чеснок вы можете добавить огурчик вы если любите добавьте сельдерей добавьте любисток ну вот все что вам заблагорассудится можете добавить вот в эту подушечку смотрите я не буду уж слишком до прижимать но здесь должно быть налито до самого верха поэтому вот это кипяченая кипяченая вода сделает свое дело но прежде чем налить воду нам надо положить сахар и соль и уксус конечно положить если вы того хотите но это должно стерилизоваться в микроволновке ну или в кастрюле значит ложка у меня на месте так значит на такую банку положено пара ложек сахара пара ложек сахара однозначно и конечно же хорошая такая ложка соли ну и половина или чайная ложка или половина столовой ложки вот такая хорошая ложка соли а вот теперь надо долить естественно кипяченой воды так которая будет у нас рассолом заливаем ну надо помочь банки чтобы у нее вышел воздух ну да положено достаточно плотно воздух нам ни к чему вот этого достаточно жидкость расширится от нагревания однозначно без вариантов даже ну я понесла банку в микроволновку так бежала к микроволновке что и очки где-то потеряла значит я все-таки заправлю уксусом тот кто нельзя уксус такая стерилизация либо в кастрюле допускает отсутствие уксуса полностью я положу сюда ну примерно вот столько видите это чуть меньше чайные ложки чуть меньше мне будет достаточно я не люблю острое на самом деле люблю сладковатое такое значит стерилизованная крышечка накладываем назад движение назад и вперед до конца вот не очень удачные крышки вот эти ну не очень понимаете меня даже взгляд они если честно вот теперь до конца еще раз повторюсь не переворачивайте банки с закрутками есть закатки а это закрутки все-таки вот рекомендация дана что эти банки переворачивать нежелательно я не знаю почему как это объясняет изготовитель ну вот так не обязательно значит не обязательно то что у меня не перевернуто да было и полное остывание потом я закрываю полотенцем теплым там он еще мне там еще там есть теплые вещи и все это прекрасно хранится хранится это либо в холодильнике либо в холодном подвале значит хочу сказать что вот ваша задача все-таки помнить что консервация должна быть вкусной понимаете да набухать туда уксуса немеренное количество это неправильно да она будет храниться но какой на вкус она будет поэтому вот стерилизация в микроволновке стерилизация в духовке стерилизация в кастрюле с полотенчиком с водичкой это все очень хорошо убирают уксус лимонную кислоту там и так далее то есть такие сильные консерванты вот вам пример ну все мы ее на остывание и я надеюсь что вы сделаете обязательно и вам очень-очень понравится помидоры на подушке всего доброго а и и и и и и